Чем беднее государство, тем больше его граждан интересует политика. Не прекращаются дискуссии, когда и при ком все станут жить хорошо. Многие ждут выборов, чтобы сместить неугодных, но практика показывает, что выборы раскалывают общество, а иногда еще и добрые отношения, дружбу и любовь. На политической почве между друзьями внезапно возникает ненависть, и христиане порой ничем не отличаются от всех остальных. А что Христос думал о политике? Или время, в которое он жил, сильно отличалось от нашего? Отличалось и вот чем. Итак, представьте себе Иудея, 30-й год. Страна завоевана римлянами и полностью утратила свой суверенитет. Коррупция, высокие налоги, нищета. Римские наместники и этнархи просто грабят своих подданных. Количество греко-римских переселенцев по всей Иудее растет, что приводит к национальной нетерпимости между эллинами и евреями. Строятся языческие храмы. В свою очередь, еврейское священство настолько зажарело, что забыло о своем истинном предназначении. При этом в стране не прекращаются волнения. То тут, то там происходят стычки между римскими отрядами и сикариями, боевой еврейской группировкой, борющейся за освобождение Израиля от власти римлян. Вот в такое время жил Спаситель. Как христианам реагировать на нечто подобное в своей стране? Посмотрим, что об этом говорит библейский текст. Вопрос первый. Следует ли признавать тех правителей, которые пришли к власти посредством насилия? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, признавал ли Христос римскую власть, которая поставила его народ на колени. Уверен, что ему, как еврею, было больно видеть то, что происходит в его стране. Тем не менее, Новый Завет сообщает, что Христос признавал власть римлян как нечто неизбежное. На вопрос о законности римской подати он ответил, чье это изображение и надпись. Они сказали ему, кесаревы. Иисус сказал им в ответ, отдавайте кесарю кесарева, а божье богу. Очевидно, что Христос признавал власть римлян на сбор податей, что поневоле влечет за собой признание всевластия римлян над иудеей, которые получили власть над еврейским народом посредством насилия. Если бы Христос не признавал власть римлян, то он должен был бы ответить что-то вроде, не давайте кесарю кесарева, главное, чтобы вы отдавали божье богу. Но Иисус же так не сказал. Он удостоверил полномочия и власть императора над завоеванными иудеями, но в то же время удостоверил и подтвердил полномочия и власть бога над своим народом. Вопрос второй. Есть ли у народа право свергнуть власть, если эта власть деспотична или просто бестолковая? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно задать себе другой. Хотел ли Христос сместить римскую власть в иудеи? Однозначно можно сказать, что он мог это сделать, но он точно не собирался этого делать. У него была совершенно другая миссия. После того, как он накормил несколько тысяч человек двумя рыбами и питью хлебами, люди заговорили, он и вправду тот самый пророк, который должен прийти в мир. Иисус, зная, что они собираются прийти и схватить его, чтобы провозгласить царем, снова ушел один на гору. Реакция Христа на происходящее служит примером для нас. Он сознательно устранялся от тех людей, которые пытались втянуть его в политику. Он не собирался устраивать революции и вести антигосударственную деятельность, и уж тем более свергать существующую власть. Ни военным, ни мирным путем. Он также не собирался становиться земным царем иудеи. «Царство мое не из этого мира», — говорил Пилату Христос. Еврейская история имеет трагический пример силового смещения власти. Сикарии, боевое ответвление зелотов, о которых я уже упоминал, ненавидели римлян и всех лояльных римлянам-евреев. Они устраивали кровавые нападения на них. Это очень похоже на то, что происходит в мире сегодня. Протесты, теракты, революции, так называемые смены режимов, гражданские войны. Неужели это путь христианинам? Насилием утверждать свободу? Сопротивление иудеев римской власти привело к кровавой иудейской войне, в которой погибло около одного миллиона евреев, большая часть которых совершенно не хотела войны. Бог запрещает все формы насилия, даже в имя самых благородных целей. Вопрос третий. Стоит ли ходить на выборы? Привести в пример Христа уже не получится, так как первые в истории Израиля выборы состоялись в 1949 году. Кто-то считает, что выборы – это не дело верующих в Господа. Другие же, наоборот, видят в выборах реализацию воли Бога через избирателей. Сегодня выборы – это возможность избрать наиболее достойного правителя, даже если все кандидаты недостойны. Звучит нелепо, но это реальность, так как такую систему придумали сами люди, а не Всевышний. Божий миропорядок – это теократическое государство, где царем является Бог. Изначально в Израиле так и было. Потом появились судьи, назначаемые Богом, но судьи не справлялись, и народ потребовал себе царя, где Божий авторитет был заменен человеческим. Сегодня среди многих христиан предвыборные дрязги вызывают больший интерес, чем молитва за будущего или существующего лидера страны. Ну, послушайте, что говорил Павел в письме Тимофею. Так вот, первым делом я прошу тебя, позаботься, пожалуйста, о том, чтобы молитвы с просьбами, мольбами, заступничеством и благодарностью были за всех людей, включая правителей и власти, так, чтобы мы могли жить тихо и мирно, благочестиво и достойно. Даже если бы в ту пору царей выбирали, как у нас сегодня глав государств, мне сложно вообразить Христа, ходящего по домам и агитирующего «Долой Тиберия, голосуй за августа», например. Это дико себе представить. Независимо от того, ходишь ли ты на выборы или нет, стоит помнить, что власти приходят и уходят, а Бог остается. В этом случае следует хранить в голове мысль. Я голосую, а Бог выбирает. И, наконец, четвертый вопрос. Действительно ли всякая власть от Бога? Мы продолжаем думать, что в этом мире мы на что-то влияем, хотя это не так. Увы, но даже самым негодным правителям власть дается только Богом. Об этом прямо говорит Павел в послании к римлянам. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». Мы, конечно же, согласимся с этой истиной, если выборы выиграет человек, за которого мы проголосовали. Ну а если проиграет и его место займет опетый негодяй, будете ли вы и дальше считать, что все власти от Бога? А ведь послание к римлянам, где содержатся эти стихи, было написано апостолом Павлом примерно в 56-м году, в период правления императора Нерона, первого государственного организатора гонений на христиан. И при этом Павел продолжает утверждать, что существующие же власти от Бога установлены. То есть даже Нерон не случайно оказался на олимпе власти. Кроме того, я напомню слова Христа в разговоре с Пилатом, произнесенные им совсем незадолго до своей казни. Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Пилат был высокомерным и жестоким. Он постоянно оскорблял религиозные чувства евреев, многих из которых казнил из-за подозрения в мятеже. И, как подтвердил сам Христос, даже такому человеку, который в самый важный момент умыл руки, власть дана свыше, то есть Богом. Но Новый Завет содержит еще один очень интересный эпизод, где Христос высказывается, но уже об Ироде Антипе, когда узнал, что тот ищет его смерти. «Тебе нужно уйти отсюда, уходи, Ирод хочет тебя убить». «Ступайте и скажите этой лисице», – ответил им Иисус, «я буду изгонять бесов и исцелять сегодня и завтра, а на третий день завершу свое дело». Христос назвал Антипу лисицей. В культуре евреев лиса являлась самым хитрым и самым вредным зверем, а кроме того, она была символом никчемного и бесполезного человека. Иисус не мог не понимать, кто у власти и дал тетрарху соответствующую характеристику, но при этом никогда не лез на рожон и не бросал власти вызов. Тем более Иисус знал, что не пройдет и шести лет, как Антипа потеряет свою власть и величие и умрет в изгнании. Некоторые говорят, что, дескать, Христос перевернул столы в храме, тем самым бросив вызов власти. Но он бросил вызов не римской власти, а священству. Есть разница. Вот что говорит Писание о политике в контексте поставленных мною вопросов. В заключении я прочту один единственный стих из книги «Притч». «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, Куда захочет, туда направляет его».